Временная шкала или таймлайн для структурированного отображения вашего контента. Что-то типа вот такого. У меня уже был бесплатный урок об этом для Elementor. В этом уроке я хочу показать другие вариации отображения структурированного контента. Эти плагины тоже бесплатные для Elementor. И есть еще вот такой вид. Нет времени разобраться в тонкости к сайтостроения? Звони прямо сейчас. Телефон, кстати, вот здесь вот сейчас будет. Звонить, кстати, можешь бесплатно через приложение Viber или WhatsApp. Создадим тебе супер сайт. А я возвращаюсь к теме урока. Поехали! Перехожу в админку своего сайта. Ранее я уже говорил о наборе плагинов Unlimited Elements. Посмотрите мои предыдущие уроки. Не буду в каждом новом уроке одно и то же проговаривать. Значит, здесь вкладка Unlimited Elements. Находите здесь таймлайн. И у вас есть доступно три бесплатных варианта для Elementor. Остальные все варианты Pro-версии. Соответственно, вот этот первый вариант похожий на то, что я говорил в одном из предыдущих роликов. Другой плагин совершенно я показывал. А вот эти два интересные такого вида я еще не смотрел. Давайте вот из этих двух самый интересный, на мой взгляд, это вот этот вот. Чтобы этот плагин появился в плагинах на странице редактирования в Elementor, мы нажимаем Install. Установить данный плагин. Далее переходим в страницу. Находим в самом низу здесь таймлайн. Плитку перетаскиваю на холст. Загружается информация. И давайте посмотрим, как работать с данным плагином. Первое. Общий background color, то есть заливка цветом. Уже можем понять, что вот эта подложка под наш контент. Просто я поменяю цвет. Вот вы сразу, чтобы понимали, где цвет меняется. Пускай будет серый. Дальше иконки. Рядом сопровождающие иконки. Общий цвет для них. Меняется здесь. И соответственно, цвет линии, соединяющей иконки, тоже меняется здесь. Но пускай будет вот такая, чтобы отчетливо было видно. Дальше элементы. То есть здесь был дизайн. Здесь идут элементы. По клику, по каждому разворачивается список. Это уже редактировано непосредственно нашего контента. Здесь заголовок первой ячейки. Пишу демо. Вот здесь это отображается. Соответственно, вот это описание. Это то, что будет в самом. Ну, как бы описание этой плашки, скажем, да, вот этого контента. Дальше дата. Ниже вы видите дата. Можно прописать здесь. И иконка. Из большого списка иконок. Причем у каждого элемента своя может быть иконка. Соответственно, если контента меньше по крестику, лишние вы удаляете. Здесь загружаются вот две. Или можете добавить, я полагаю, неограниченное количество. Иконки сами подставляются. И каждую эту плашку потом редактируете под себя. Соответственно, иконки меняются вот у каждого свои. И есть еще стили, где можно отдельно title, стиль. То есть title это заголовок, description это описание. И элемент даты стиля. Вот это отображение даты. Вот здесь. Соответственно, включаем. И типография пошла. Здесь шрифт, размер шрифта и все, что связано со шрифтом. Давайте размер увеличу. Все заголовки стали крупные. Color. Цвет всем заголовкам меняется сразу здесь. Вот, вы видите красный. По аналогии вы настраиваете description и дата. Вот такой вот получился урок. Давайте посмотрим еще, как это вообще смотрится на мобильных устройствах. Так как сейчас это у нас в приоритете. Большинство людей пользуются смартфонами. Компьютер уходит на задний план. Поэтому для нас это первостепенно. И мы смотрим, что контент смотрится очень хорошо. То есть, имеется мобильный адаптивный дизайн. На этом я урок заканчиваю. И увидимся с вами в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...